Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый летний день вам всем! В эфире Финам.ФМ.Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Пришло время поговорить о насущном, насущных проблемах российского фондового рынка прежде всего. Ну и поговорить. Мы уже за эфиром начали, собственно, это делать. Да, что же сопутствует вот этому состоянию российского фонда? Как там на других планетах, на других площадках? Вот об этом мы сегодня традиционно говорим с трех до четырех по Москве. И в гостях у меня Иван Кабулаев, управляющий директор Инвесткафе. Добрый вечер. Добрый день, Иван, извините. Добрый день. Привыкнуть не могу новому формату. И сегодня в студии Владимир Рожанковский, начальник аналитического департамента Нордкапитал. Добрый день, Владимир. Добрый, добрый день. Уважаемые слушатели, для вас 651099,6, код Москвы495. Это телефон прямого эфира, телефон нашей студии. Также есть адрес сайта компании финам.фм. Значит, вы можете либо позвонить, либо написать, задать свой вопрос, поделиться собственными наблюдениями. Тему мы сегодня такую предложили. Российский фондовый рынок. Насколько велика угроза коррекции? Вот, да, мы наблюдаем за падением текущим, да, и коррекция. А я бы, значит, в моменте переначал. Российский фондовый рынок. Насколько велика угроза? Ну да ладно. Итак, друзья мои, значит, начнем традиционно мы наш эфир с картины маслом 1505 в Москве. Итак, что происходит на финансовых площадках? Ну, собственно, еще раз напомню, за эфиром мы с моими коллегами эту тему тоже обсудили. Значит, браво, бис, аплодисменты, да, CP, в простонародье CP, а, значит, официально индекс... Сиплый мы, да, да, Сиплый еще, да, так, Сиплый. Индекс S&P 500 сделал вчера очередной исторический хай 1650. Вот так вот, ребята, ни на что не глядючи, растут американцы, растут, и все им это дело. Два других индекса тоже, и NASDAQ, и Dow Jones. Да, и Dow Jones прибавил скромнее, там, 80-х я смотрю, да, NASDAQ 0,6%, ну, тем не менее, все смотрят вверх, позавидуешь. Значит, сегодняшняя сессия торговая, азиатская, простите, да, тоже отметились ростом. Основные азиатские индикаторы, в частности, японский прибавил 2 с лишних процента, ну, продолжается в то же время, да, мы знаем ослабление японской иены. 4-годовой хай также сделан уже, был вчера, сегодня, 102 уже, да, там, с лишним стоит 1 доллар в иенах. Шахай-Копозит тоже небольшой, небольшой прирост сегодня показал, 0,3%. Ну, и смотрим на, давайте так, на Европу смотрим. Фуции, кстати, да, Фуции, вот ты, Вань, говорил про афинский индекс, да, то есть все в скромном плюсе, тем не менее. И сейчас мы, значит, с вами садимся в звездолёт и перебираемся на другую планету. Где всё красное. На какую-то, да, стоящую, красная планета, красная планета, да, стоящую особливо от всех этих событий, планета, это называется российский фондовый рынок, и следующая ситуация, РТС теряет в моменте больше процента, 1,3, 1393, то есть опять упал ниже 1400, ММВБ примерно так же, 0,8%, 1394, его текущая котировка, в общем, мы в уверенном минусе находимся, несмотря на всё происходящее вокруг. Значит, смотрю я на сырьё и на Форекс, нефть марки Брент, ну, практически без изменений с вчерашнего дня, чуть выше 102 долларов за бочку, золото, правда, да, предложило опять сходить, предложило и сходило вниз в район 1400-1407, стоит Тойская унция, ну, и евро-доллар, кстати, вот, буквально перед вашим приходом за пару часов, сначала, значит, с утра он сегодня пробивает, да, 29, сейчас он уже спускается ниже, 1,28 с полки. Ну, я предполагал, вот, 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 видишь, как хорошо, сейчас расскажешь. Ну, чего хорошего, сейчас расскажешь, почему ты пришел. Евро-миритель рисков, толерантности к рискам. Ну, да, корреляция между евро и российским рынком, она очень велика. Серьезно, евро-долларом именно, да? Да, 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 конечно. То есть, если евро вниз, то и российский рынок вниз. Евро растет, российский рынок растет. Это действительно... Это очень любопытное. Вмиритель риска такой, ну, то есть, антагонист доллара, поэтому, на укрепление доллара, в принципе, эта парадигма, она, может быть, сейчас уже не так стала идеально выглядеть, как раньше, но, тем не менее, она имеет место, то есть, при укреплении доллара происходит исход из рисков, и, соответственно, вот, то, что наиболее рискованное, это сырье Emerging Markets, они начинают плохо себя чувствовать, и наоборот. Ну, это старая, как бы, песенка. Это старая песня. Я единственное, что, смотри, вот, если говорить валютный рынок, какое-то время назад все-таки индикатором риска, отношения к риску, да, считали австралийский доллар, во-первых, это, да, сырьевая валюта, как известно, ну, и потом он как-то более был связан именно вот с этим отношением инвестора, да, к тому, что можно покупать или от чего надо воздержаться. Сейчас он уже ниже баритета. Бенчмарк, да. О, ниже баритета. Так, ну, ладно, я закончу, тем не менее, рисовать картину маслом, надо поговорить о наших голубых фишках основных, ну, они в основном красные сегодня, да, как вы понимаете. Значит, лирием падения можно считать акции банка ВТБ 1,5%, Газпром продолжает снижение 1,2%, Лукоев Милусе на 0,7%, Норникель на 0,8%, почти на 2% Роснефть, кстати, чуть больше 2% Северсталь, вот. Ну, и лучший рынок, может быть, МТС стоит отметить, вот он на процент растет. Мегафон на 2. Мегафон? А, у меня, к сожалению, нет в этом. На Лондоне. Угу. У меня нет этой истории. Ну, вот такова картина маслом, и еще раз повторю, российский фондовый рынок как-то, да, абсолютно не в тендент, не в мировых трендах. Не в тренде, вообще не модный. С чем это связано все-таки? Как ты думаешь? Ну, вот с нелюбовью к российскому рынку со стороны инвесторов, и, конечно, с Ellen May and Go Away. Все-таки, все-таки. Май, конечно. А тогда почему на английском? Она должна на русском произноситься. А, ну, как продавай, в мае продавай и гуляй? Да, англоязычный эквивалент, он сейчас не работает, в случае, с американским рынком. Совершенно верно. Не работает, точно. Кстати, давайте, а если все-таки вернуться, да, к ожиданиям, что и англоязычный вариант заработает, ну, то есть, вновь, да? Если он заработает, господам, вот. Я понимаю. Нет, смотри, Володь, причиной тому, что может быть, мы говорим о том, что действительно уже исторические максимумы, уже назрела коррекция, уже заговорили, господа, из Федрезерва, что надо наверняка уже подумать. Они сказали, не надо, они ищут exit strategy, так называемый, то есть, стратегию выхода. А подумать об этом страшно, честно говоря, все. Я слушал там и Плоссера, да, каждый практически по этому поводу выступил. Сейчас у них новый министр финансов, да, тоже, так сказать, словечко замолвил по этому поводу. Но он, как вот и Гайтнер, он, так сказать, на Европу больше смотрит. Он говорит, в Европе должна расти, но у нас тоже, вообще говоря, надо как-то вот этот вопрос решать. Но всем жутко страшно. Почему? Потому что, на самом деле, я почти уверен, что Федрезерв изучал японский опыт. Да, японский сценарий, японский опыт. Хотя в прессе, такой консервативной, всячески отвергаются какие бы то ни было параллели и аналогии между японским, поскольку тогда предпосылки были другие для количественного смягчения. Извини, пожалуйста, мы говорили об этом за эфиром, а сейчас ты как будто бы продолжаешь. Конечно, но наши слушатели не слышали вступления. Вот если можно, Володя, с самого начала расскажи, пожалуйста. А, ну, это, в принципе, ситуация, которая еще в 2008 году, сразу после, так сказать, падения саппраймов, штаты заговорили о том, что сейчас будет десятилетие депрессии и так подобные на японскую. Потом, значит, образовался отряд таких ярых скептиков этой теории, что у нас вообще другая ситуация, у нас финансовый сектор упал, в Японии совсем другая ситуация. Это было, что японская экономика росла бешеными темпами в 80-е годы, поскольку она выпускала наукоемкую и очень востребованную продукцию. Да, все мы помним эти три семерки, шарп, там вот эти вот все известные японские, аналогов которой просто не было в мире. И вот получилась такая голландская болезнь. После роста, значит, наступил период конкуренции, японцы пришли конкурировать с южнокорейской продукцией. Такая была фирма Gold Star еще, потом уже на LG называется. А, да, на LG. Они слились, там был Gold Star и еще какой-то... Короче, теперь корейский, Samsung и так далее. И в этой связи японцам стало очень сложно конкурировать, поскольку у них стоимость труда очень высокая. И поэтому 90-е годы, вот 90-2000 год у них прошел под знаком депрессии. Япония экспортоориентированная страна. И начали падать цены на недвижимость. Наконец, в начале 2000-х годов банк Японии принял беспрецедентное решение. Сначала снизил ставку базовую до нуля, которая и по сей день остается практически нулевой. И в 2001 году, значит, объявил о количественном смягчении. Он начал выкуп правительственных бандов. Продолжалось это все до 2006 года. За этот период японский индекс Nikkei 225 вырос в два раза. А экономика японская выросла, дай бог, на 10%. Зато в 2006 году, как настоящий сумурай, уже новый управляющий банк Японии сказал, вот видите, enough is enough. Не успел в словаре посмотреть, как это будет по-японски. Ничего страшного. Ну, скажем, по-русски тогда. Хватит, значит, хватит. По-польски, то задужит он и здорово. Значит, ну вот так вот, понимаете, да. И, короче говоря, свернули программу выкупа активов, потому что на ней было заявлено, что эта программа была, по сути своей, чрезвычайная. Она была вынужденной, и по этой причине ее нельзя продолжать бесконечно. Приблизительно в таком же ракурсе, в котором сейчас... Ну вот это вот самая главная мысль, да, то есть аналогию такую мы проводим как раз, да, с тем, что было в начале 2000-х в Японии и с тем, что вот после кризиса... Ну, как пела Алла Пугачева в известной песне, значит, ну что сказать, ну что сказать, устроенные так люди. Желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Мы хотим знать, что же будет, какая стратегия выхода у Федрезерва из всего этого сложившегося. А аналогии есть. Ну, они неполные. Все-таки это неоднозначная картина. Америка, доненирующая экономика, в отличие от Японии даже тогда. Ну, Япония была второй экономикой, и что? Ну, и иены не расплачивались там между Африкой и Латинской Америкой люди, грубо говоря, там, и компании. То есть иены региональной валюты все-таки, да? Все-таки это был большой, но более-менее локальный, на мой взгляд. Была стабильная, популярная валюта. В ней было, так скажем, принято до того момента, когда начали обнулять ставки, очень престижно хранить капиталы и так далее. Да, тем не менее. Хорошо, хорошо, очень интересно. Спасибо за эту интересную беседу. Мы не прощаемся, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Иван Кабулаев, управляющий директор Инвесткафе, и Владимир Рожанковский, начальник аналитического департамента Нордкапитал. Собственно, тема... Как бы поправить директор аналитического департамента. Да ты что? Да, ну, боже мой. Подожди, 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 подожди. Да, слушайте, давайте не терять время. Мне нравится сначала потерять это время. Теперь, давайте, не надо кокетничать. Итак, я поправляюсь. Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента Нордкапитал. Значит, друзья мои, мы традиционно с вами обсуждаем ситуацию на российском фондовом рынке. Ну и, естественно, не только на нем. И я попрошу моих гостей продолжить вот это вот, мне кажется, достаточно интересное сравнение, да, того, что происходило в Европе. В оконцовке, как говорят, нам нужно все-таки вернуться к российскому рынку. В оконцовке мы вернемся. Так и значит придем. Все пути же ведут в Россию. В России. Так вот, тем не менее, аналогия непрямая, я так понимаю, да? Но она тревожит. Есть исключения, действительно тревожит. Но тут скорее мне видится, что... Извини, пожалуйста, ты же рассказывал, о чем закончилась вся эта история. После того, как свернули это дело, да, рынок упал. Ники ровно, ровно в ту точку вернулся. Откуда начинал? Да, да. Я это все дело перенес на S&P 500 и получил значение 1320. Вау, вот это класс, вот это класс. Да, а вопрос только, где будет индекс ММВБ при этом? Вот может быть... Еще три. Я вот просто на график сразу смотрю. 1320, это 12-й год, начало 12-го года. И падать просто мамой не горюй называется. Да. Поэтому вот такое свертывание... Ну, тоже, ну не все так печально. Не все, да? Ну, с чего? Ну, а американская экономика растет. Нет, если они свернут количество смещения... Проблема-то в Японии была какая? Там, ну, то есть все-таки яйцо, курица, собака, хвост. Хвост все-таки, скорее, проблема монетарная. Это все свойства экономических проблем, правильно? А в Америке нет таких вот, ну так, фундаментально экономических проблем. Ну, точнее, они как бы пока их нету, пока есть такая подпитка дешевыми деньгами. И вся надежда... Ну, конкурентоспособность промышленности невысокая в Америке, к сожалению. Вот именно на уровне среднего сектора. Все хорошо, че? Стоимость труда слишком высокая. Ну, как бы сейчас уже, например, есть очень много компаний, кстати, Apple, та же, да? Она... ну, то есть компания рассматривает варианты переноса производства назад в Америку. Уже стало очень дорого в Китае. Вот в чем проблема. Пока еще нет, я вот эту проблему изучал, на самом деле это интересный момент, потому что зарплаты в Китае действительно выросли в 20 раз. По сравнению с 90-ми годами, когда только-только офшорные производства американские в Китае создавались. И китайцы уже, конечно, за доллар в день не работают в Шанхае, понятно. Но вот когда я посмотрел, мне эта тема очень волновала, я действительно сделал специальный обзор, потому что, ну, согласитесь, это важно. Если пойдет массовый исход обратно, репатриация американского бизнеса, это будет колоссальный драйвер для экономики США. Тут даже сомнений быть не может. Но пока что вот эти 7,25, которые минимум вейдж, минимальная оплата труда почасовая федеральная, это, во-первых, значит, в Шанхае есть такая аналогичная цифра, и она составляет, значит, ну, в пересчете на доллары, значит, чуть меньше доллара. Порядка 90 центов. Поэтому разница пока все-таки существенная. Для того, чтобы говорить о том, что уже китайцы не конкурентоспособны. Ну, там, кроме труда-то, есть другие расходы. И как раз, чем более высокотехнологичное производство, чем там ниже доля труда и больше доли маркетинговых расходов. Да, сам и так далее. Но при этом есть еще расходы на защиту окружающей среды, чего в Китае, опять же, меньше. Ну, меньше, но, с другой стороны, то есть, меньше, но тренд как раз в том, что расходы эти начинают появляться в конце концов. В какой-то момент, конечно, Китай исчерпается. Если пять лет назад никто не думал, в принципе, о такой проблеме, как экология, вообще, концептуально, то сейчас, когда здравоохранение реально там захлебывается в больницах очереди, люди там массово умирают от грязного воздуха, от выхлопов, гигантских выхлопов машин, то сейчас начинает все об этом задумываться. И уже и на уровне пропаганды это начинает имплементироваться. Ну, какое-то время, я согласен, что все придет, так сказать, к равновесию, к эквилибриуму, но это займет какое-то время. И я полагаю, что это будет даже не 15-й и не 18-й год, а что тут после 20-го, вот так вот. Когда Китай начнет задумываться о потере конкурентоспособности на мировой арене. Ну, конечно. А рынки же, они движутся ожиданиями, они вот тем, что произойдет завтра. На 2-3 года, наверное. 15-й год мы не успеем опомниться. Два раза... Я говорю, не 15-й. А что, 13-й, да, вот он уже закончился практически. Что тут осталось пол, половина, две недели и все, я считаю. Потом 14-й у нас Олимпиада, мы не заметим. Тем более, что в любом случае смягчение-то количественно завтра-то не заканчивается. Ну да, но все равно это самая большая дрига, я считаю. Ну, давайте мы вернемся сюда, Володь, да? Значит, смотри, уже вне аналогии с Японией, все-таки ожидание сворачивания программы КУЕ в Америке, они на чем-то зиждятся сейчас. И, если говорить о сроках... Они зиждятся на их неизбежности. Неизбежности. Конечно, деревья не растут на небес. Конечно. Потому что на сегодняшний момент основные цели, которые Федрезерв провозгласил в качестве продолжения, вернее, в качестве мотивации продолжения программ количественного смягчения, потому что программа вторая была... Мы заканчиваем, да? Нет-нет-нет, мы продолжаем. Значит, она была создана для того, чтобы все-таки стабилизировать финансовую систему после самого ужасного кризиса со времен Великой Депрессии. А вот когда дальше стали обсуждать, они сказали, что финансовый сектор уже, в общем, все. То есть он же вернул частично те деньги, которые он взял у правительства и так далее. А что мы сейчас стимулируем? И тогда ФРС сказал, что вообще экономика не в очень хорошем состоянии. Давайте мы продолжим, но с другим лозунгом, что мы сейчас стимулируем экономику. Более того, недавно он назвал даже таргеты. По инфляции не более 2%, по безработице, по-моему, 6,5%. И, собственно говоря, теми же инструментами, которыми он забивал гвозди, он стал вкручивать шурупы в стену. И пока это, в общем, не плохо получается. Потому что шурупчики, ну, в принципе, молотком их можно вполне. Проблема возникнет тогда, когда мы повесим на эти шурупы картину. Он не удержится в стене. Она не удержится. Они же экстра дополнительные как бы заняли пространство. Не знают, что и метафоры. И оно вместе с картиной выпадет обратно. Владимир, ну, все-таки, ну, то есть нельзя там, да, совсем уж в метафору погружаться. Почему? Мне кажется, в коня корм в значительной мере. То есть понятно, что мы сейчас там очень много они, не мы, а они. Они вкладывают очень много, чтобы появился вот эти зеленые ростки экономического роста. Но, тем не менее, росты есть. В отличие от Европы, которая ноль, там есть рост, он позитивный. Вот. И с безработицей, если там она меньше 10%, да, то в некоторых странах Евросоюза, причем приличная, да, она больше 10%. По поводу безработицы, да. Есть там итальянская экономика, которая вообще размером с Россию, ну, там, больше, больше, там, как считать, да. Вот, но она больше, там экономика-то так плохо себя чувствует совсем. Безработица гигантская. В Испании еще хуже. В Испании гигантская безработица, в Испании вообще, там, больше 25% безработицы, а у молодежи 50% с хвостиком. Вот. А в Америке такого нету. И в Америке это тоже, у них есть и доллары есть, опять-таки, которые они могут печатать, могут не печатать, а в Европе такого нету. Если что, у них падает уровень соискательства вакансий. Люди уходят с рынка труда, и как только он ушел с рынка труда, он уже не числится как безработный. Ну, в общем, статистические вот эти, статистические игры, они игрище статистические. По поводу, опять же, я вот, многие там, знающие меня считают, что я такой хронический медведь по Америке. Это не совсем так, потому что я согласен с тем, что американская экономика более конкурентоспособна, чем европейская. Тем более сейчас, когда в Европе вообще дезиндекорационные процессы происходят. Но вот, опять же, мы смотрим на квартальную отчетность американских компаний. И что мы видим? Что в основном компании получают прибыль свою за пределами США. Это нормально. То есть, реализует тот же Apple. Конечно. Да, ну, это хорошо. Преимущество американской экономики, а не недостаток. Я согласен, но момент именно заключается в том, что реализация продукции за пределами США не создает новых рабочих мест на территории США. А не создание новых рабочих мест чревато, в конце концов, снижением потребительского спроса, что мы сейчас и видим, который составляет, как мы знаем, до 70% в суммарном валовом продукте США. Вот такая цепочка. Она немножко длинная, витиеватая. Но вот так вот, если кто проследил, вот этот момент, он тоже не может не... Владимир, ну нельзя же отрицать свободную торговлю. Вот этот семейный баланс. После того, как в Америке спасали банки, так вот брутально, поправ все принципы конкуренции... Скорее, сначала не дали спасать? Нет, сначала не дали спасти, а потом дали. Один, да, посмотрели. Пролема, ну, там крупных-то было три, да? Ваковия, Лимон Бразерс, Ваковия и Вашингтон Мьючелл. Нет, всего девять банков было, которые... Из-за них один упал, да, Лимон Бразерс, остальные вытащили. Ну, и то там как-то так хитро вытаскивали, что то ли вытаскивали, то ли не вытаскивали, то ли живое, то ли... Вашингтон Мьючелл купил этот самый Джипи Морган Чейс, значит, да, это были покупки. Банков Америка, да, ну, то есть, и то такие, как мы теперь знаем, это были форсированные покупки, не там, не из... Да, но к нашим баранам все-таки на самом деле при... значит, понятно, что ситуации, когда американская экономика будет нравиться всем, всем, до исключения, от Бена Бернанке до последнего бездомного безработного на Пятой Эвеню, ее не будет уже. А ее никогда и не было, ну, так концептуально. А когда? В какой период в истории? Бездомный он был рад. А Бернанке был не рад? Are you happy? Он говорит, yes, I'm happy. У него был свой happiness. Он был, как бы сказать, у него были бесплатные шелтеры, его там поили бесплатным апельсиновым соком свежевыжатым и так далее. Сейчас этого нету. Сейчас у стариков отнимают те лекарства, которые они всегда бесплатно получали. Американские знакомые как раз говорят наоборот, слишком много даем бесплатных лекарств. Ну, правильно, нужно... Слишком много для того, чтобы потом забрать. И талоны, талоны, не забывай, талоны на питание. Фудстемп, да. Талон на продовольствие, все. Ну, то есть, вот, был момент какого-то всеобщего такого вот близ, как это сказать, всеобщего процветания и упоения. И, значит, хотели все, как бы, вернуть вот это вот ощущение в американцах всеобщего упоения. Но сейчас уже поняли, что это, скорее всего, не удастся. Поэтому нужно спуститься с небес на землю и ориентироваться на какие-то более простые прагматические вещи. Вот. Это замечательная мысль. А что это за вещи? Что это за вещи? Инфляция 2% и безработица 6,5%. Кстати, господин Берданкин, да, некоторое время назад, как ты сам же, собственно, и подтверждал, эти таргеты и обнаружил. Значит, это нормально, это правильно? Ну, конечно. Не, а более того, они, в принципе, это вообще не какая-то новая веяня. Они всегда были там. Это парадигма мне очень нравится. Во всех учебниках написано, что Центробанк старается держать инфляцию в диапазоне 2-3%. Вот они и пытаются держать. Ладно, здорово. Сейчас еще раз новости на Финам. Мы потом продолжим нашу беседу и отвечать на вопросы. Итак, друзья, мы продолжаем наш интереснейший разговор. Я напомню, мы сегодня обсуждаем ситуацию на российском фондовом рынке. Для тех, кто там только что присоединился. Звучит забавно, видимо, да? Кто подумал о том, что мы говорим о Америке. Давайте о наших баранах все-таки. Друзья мои, я вас представлю еще раз. Мне это приятно. Иван Кабулаев сегодня в студии, управляющий директор Инвесткафе. И Владимир Жанковский, директор аналитического департамента Нордкапитал. Спасибо. Добрый день. Друзья мои, на всякий случай еще раз. 6510-99, 6, код Москвы 495. Это телефон прямого эфира и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну и, если позволите, уважаемые коллеги, давайте мы начнем с ответа на один из них. Тем более, что наш уважаемый слушатель добивается этого ответа аж второй день. Значит, в связи с чем этот вопрос, я просто несколько проанонсирую. Мы вчера, кстати, тоже с вашими коллегами обсуждали эту историю. Вот как раз историю репатриации, да? Производства из Китая в Америку, ну или там из Азии в Америку. Значит, причины для этого, следствия этого. Вот такая история. И наш слушатель Иван предложил аналогию. А что, если примерно то же самое происходило бы не с Китаем, а с Россией? То есть, может ли, вот с этой точки зрения, Россия заменить Китай? Значит, он предложил, это наш слушатель предложил, да. Что у нас, по его мнению, такая же дешевая рабочая сила, в принципе, мы, так сказать, имеем, да, огромное количество ресурсов, что могло бы стать интересным для вот подобных инвестиций. Владимир заулыбался, ну давай, концептуально ты не согласен. Да нет, просто русские ленивые много пьют. Много пьют, понятно. Здесь нет никакого такого наукообразного объяснения. Наукообразное. Почему? Наукообразное объяснение есть. Если кратко, ответ, пока нет. Пока нет. Китайцы работают, действительно, вот, Иван, ты-то вернулся сейчас, да? Они себя считают, ну, то есть там, в среде, да, из китайцев, они считаются ленивыми. Но, если их палкой бьют, они, грубо говоря, хорошо бегают. Ну, если так утрированно говорить, да. Поэтому над ними всегда стоит, у них очень они дисциплинированный народ, их вот после Великой революции, да, китайская культура. Иван, знаешь, я вот жил как-то в Штатах, один жил возле Голливуд Блюара, и, ну, готовить еду не хотел себе, и долго, и, в общем, не умел. И я ходил в один и тот же китайский ресторанчик, который внизу был, и каждый раз я наблюдал за тем, как китайцы готовят еду. Это конвейер. Там стоит несколько человек, два-три мужчины, где-то две-три девушки, и вот эти вот, значит, ВОК, они передают друг другу. Один быстро запалил огонь, второй, этот держит ВОК, третий наливает уже туда масло, четвертый подготовил. Да-да-да, понятно. Это замечательный конвейер. Я не видел в крошке картошки. Они действительно, они действительно работоспособные запределы, это экспортный вариант. То есть это говорит именно о трудоспособности. Более того, они даже говорят на другом языке, то есть это кантонский диалект, а там говорят на мандарине, вот континентальный, мейнлэнд, да, Чайна. Вот, они такие там, ну, то есть не очень отличные, но если над ними менеджер стоит, у которого стоит задача туда, они начинают работать хорошо, качественно, они спят на фабрике, едят на фабрике, живут на фабрике. 40 лет у них работоспособность радикально падает, их заменяет новыми, молодыми, трудоспособными. Да, бы они есть уже. Да, бы они есть. Но самая дисциплина, как у европейцев, например, у них такого, конечно, ну, там даже близко нет. Вот, но опять нельзя за всю нацию сказать, и там какие-то китайцы много, они разные, там так далее. Ну, отвечаю все-таки на вопрос, да. В России очень высокие зарплаты. Сравнив с китайскими. Нет, а вот на поверхности все лежит. У нас постоянно, постоянно пытаются бастовать рабочие на автопроизводстве, на автозаводах. Вот, сначала это было в Северске, вот, а теперь в Калуге. Вот, и там постоянно профсоюзы воюют с наймитыми капиталистов, которые здесь, в России, все-таки хотят жить. Они со времен Маяковского, да, жуя на нас и рябчиков жуют, день твой последний приходит буржуй. И они, да, раз буржуи, значит, надо потрясти, набить, забить. В Китае, конечно, такого нет, в Китае такого нет, там по-другому, конечно, все. Ну, так вот, собственно, это зарплаты высокие, рабочие, квалифицированные рабочие силы довольно мало. Именно, как раз, ну, у нас другая проблема, у нас слишком образованное население, в отличие от других стран БРИКСа в том же, да, они, там, почти все, 99,9 людей умеют читать, писать. В Бразилии, например, таких 25% не умеют читать, писать. Неграмотное население. Вот, у нас слишком все грамотные, у нас гигантский уровень доли людей, кто заканчивал высшее учебное заведение, и не пойдут сборщикам на завод. Претендуют на, да. Да, и у них другой формат труда. А при этом у нас гигантские площади, пространство, у нас жутко неэффективная инфраструктура, дороги плохие, электричества нет, все не распределено, плановая экономика и так далее. Да, все это наследство мы сейчас едим до сих пор, Советского Союза. И поэтому мы пока, пока, важная, важная часть, пока, конечно, неконкурентоспособность, если сравнить, там, с Китаем или легкая промышленность, это другие страны, которые, там, рядом, Вьетнам, Бангладеш и так далее. Вот, а мы тут близко не конкурируем. Но если есть политическая воля, если есть захотеть и не делать... Например, я могу сказать, что я нашел подарок, который я постоянно вожу в США, помимо черной икры, там, да, водки и черного хлеба, ивановский текстиль. Ах, вот как. Да, мои родственники и знакомые, они... Пресыщены найком. Они, это натуральное, и это сшито просто, но очень надежно. Не, мне показалось просто, вот, если действительно говорить о том, что ивановский, да, ивановский текстиль. Ивановский текстиль, да. Ивановский текстиль может быть интересен кому-то в Штатах, именно, во-первых, из-за присыщенности, а, во-вторых, это какой-то фейк для них, знаешь, такое слово есть модное, вот это ты приехал. Там что-то в матрешках все такое, вау-вау, я думаю, что по этому. Но, тем не менее, они его носят там, понимаете, это не просто чтобы... Проблема экономики, Владимир, если вот будут миллиардные продажи ивановского текстиль, да, тогда будем говорить о том, что ивановский текстиль. А что должны их сделать? Как бизнесу это все отнесли, то это совсем не выгодно. А если сделать выгодно, то это будет Луи Виттон, уже неинтересно. И уже, соответственно... И Кира Пластинина. Да, и Килики там, ну, в общем, да, или какие-то альтернативы Луи Виттона. Кстати, тем не менее, извините, вот, вопрос есть у того же Ивана, достаточно конкретный. Единственное, что вот по слухам он пишет, по слухам, я, честно говоря, этих слухов сам не слышал, но поверим ему на слово. Так вот, вопрос Ивана такой. По слухам, Apple заказала крупную партию сапфирового стекла у российской компании. Примерные вложения от одного миллиарда долларов. Если это правда, то есть Иван сам сомневается все же, если это правда, то большие вложения наличности придут в Россию. Как это повлияет на нас с вами? Ну, здесь даже я два бы подчеркнул момента. Большие ли это наличности вложения, да? Ну, и второй момент, как это на нас с вами повлияет, Володя? Очень хочется ответить, что миллиард не деньги. Ну, да, наверное, это так. Как, конечно, цинично. У нас отток-то, мы же знаем, да, какой у нас отток капитала, там измеряется десятками миллиардов долларов. И если этот несчастный миллиард зайдет против этой десятки, о которой текает, нет, ему, конечно, поклонятся и скажут, что вот, товарищ, своей дорогой идет. Смотрите, пошло, началось. Здесь очень один очень важный нюанс. Миллиард миллиарду сильно рознь, да, миллиард из банка по евробандам, да, это тоже отток, да, и миллиард притока в реальную экономику, какую-нибудь там нано. Это хорошо, это создает рабочие места. То есть ответ на вопрос, да, хорошее влияние окажет, но от этого все мы там слаще жить точно не должны. Ну, я бы так-то ответил еще, добавил, вернее, к ответу Ивана, что все зависит от того, насколько успешен будет контроль качества. И если Apple окажется доволен качеством изготовления, насколько я знаю, оборонного комплекса продукция, то последуют другие заказы, и это будет уже постоянный торговый поток. Это самое главное. Постоянство. Резда мастерства, да, да. Ну, в общем, да, согласен. Ладно, бог с ним, в любом случае мы с вами на вопрос Ивана ответили, и давайте, тем не менее, сосредоточимся уже на российском фондовом рынке, что о нем хорошего может быть, можно все-таки сказать, Вань, как ты считаешь? На нашем достоянии вряд ли что-то можно хорошее. Ну, почему нет, у нас хорошая экономика, она растет в отличие от европейской экономики, у нас хорошие, в принципе, компании, у них хорошие прибыли, просто сейчас они становятся все более и более инвестиционно привлекательными там, да. Чем больше они падают, тем более выгоднее их становится покупать. Ну, здесь структурная проблема больше, Иван. В любой экономике, в принципе. Мы только что говорили про американскую экономику, лучше, да. И нашли огромное количество регуляторной проблемы. С регуляторикой, как и с любой инфраструктурой в России, гигантские проблемы. С дорогами нет проблем, с дорогами проблемы, с биржами нет, с биржами есть проблемы, с депозитариями есть проблемы. Ну, у нас просто зашкаливающий уровень инсайда, который никто не контролирует, никого не наказывают, и иностранный инвестор заведомо видит себя здесь чужаком. Ему не рады, и, как бы сказать, он чувствует уязвимость по всем фронтам. Ну, это скорее он притворяется, потому что он знает, куда идет, и знает, что покупает ПИИ-3 у «Газпрома», а не ПИИ-9, как у «Эксенмобил». Он даже при ПИИ-3, он все-таки не хочет терять деньги. Не хочет, согласен, ну, непонятно. Ну, извини, опять, я прошу прощения, Ваня, смотри, ну, до 2008 года он заходил и не глядел ни на что. Вот именно, а тогда было все хуже, чем сейчас. Гораздо хуже причем, да. Ну, дело в том, что, значит, компании, которые иностранный капитал пустили в Россию и сами вслед за ним пришли, они создали некий фейк, некую иллюзию того, что в России строится полноценное консюмеристское общество, как это сказать, общество потребления. И это была настолько правдоподобная картинка, что даже портфельные инвесторы в это поверили. А что не так? Не строится? Где у нас консюмеристское общество? Нет, машины не покупают люди. У нас заводы строятся, покупаются машины. Это не значит, что хорошо, это значит, что, ну, это не значит, что завтра нельзя в одночасье построить экономику. Россия не является консюмеристским обществом. Почему же? Ну, потому что. У нас инфляция гигантская. Какова доля, доля, доля потребительских расходов в ВВП российском? Ну, это скорее проблема не российских расходов на потребление, а скорее высокая доля того, что у нас есть ресурсы. А это из-за того, что у нас такая огромная экономика, что доля потребления в ней такая маленькая. У нас просто богатая страна. Какая у нас парта по размеру экономика в мире вообще? Ну, нормальная, четвертая, пятая, шестая какая-то. Нет, не четвертая, шестая, а восьмая, девятая. Но дело не в этом. Это как считать. В ППС, если считать, то у нас все хорошо. Если говорить о попугаях, попугаях считать. О потреблении надо все-таки, как бы, эффект низкой базы все-таки иметь в виду, да? Ну, не будем, ты сам. У нас в доле ВВП потребление занимает неприлично низкий процент. Это ниже 40%. Это ниже 40%. Страны, развитые более-менее, считаются, где доля потребления выше 50%. И это, значит, у нас в середине 2000-х годов доля потребления ВВП медленно-медленно начала приближаться к вот этой отметке водораздела 50. Действительно, люди начали покупать машины, да, там. А потом вдруг стала дорогая, очень дорогая нефть. И у нас ВВП настолько вырос, что вот этот рост нивелировался опять, да? Он незаметен стал совсем. Ну, почему тогда падают цены на недвижимость? Почему, значит, прогорают бутики в Москве? Почему антикварные магазины прогорают в Москве? Послушайте разные радиостанции, почитайте нашу прессу. Кстати, бутики прогорают ровно из-за того, что высокая арендная плата вообще. Ну, там, на уровне концепции. Обычно только ради этому. Ну, все менеджеры и хозяева такого бизнеса, рестораторы, за исключением фастфуд, конечно, жалуются на то, что значительно снизился уровень клиентуры по сравнению с 2008 годом, и обратно он не вернулся. Он медленно восстанавливается. Можем вспомнить, если про фондовый рынок, да, вспомним компанию «Магнит», которая на сколько там, сколько она раз выросла за последние два года. Вот «Магнит» — это русский «Эппл», да, я согласен. Нет, вот это «Стейк» на российский комсомеризм. Но кроме «Магнита» у нас вообще, по сути, ничего нет. Ну, это скорее проблема не… «Магнит», да, снимаю шляпу, снимаю шляпу, однозначно. Это лучшая бумага российского рынка за последние полтора года. Но кроме «Магнита» покажите мне хотя бы еще одну такую бумагу. «Солерс». Тоже ставка на российский… А какая там ликвидность? Ну, ликвидность, ну, а там, нет, там она есть. И при том это… Но она не то, чтобы прямо, это не «Газпром», понятно. Но это, опять-таки, мы же говорим о свойствах того, что в России растет потребление. Ну, и статистические данные, и вот косвенные причины. Другой вопрос, что… По данным мэра оно очень растет медленно. Всегда могло бы лучше. Да, 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 это действительно всегда хочется, чтобы было лучше. Сейчас мы вновь послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, последняя часть сухого остатка на Финам.ФМ. В гостях у меня Иван Кабулаев, управляющий директор инвест-кафе. Владимир Жанковский, директор аналитического департамента «Нордкапитал». Мы продолжаем обсуждать ситуацию уже теперь уже в нашем родимом отечестве. И закончили мы предыдущую часть, да, вот, так сказать, в пикировке на тему растущего или, наоборот, да, неуверенно растущего потребления в России. И поэтому, по-моему, кстати, вопрос вот у конкретного потребителя, у нашего слушателя, во-первых, потребителя. Александр пишет следующее. «Мне 29 лет, работаю бортпроводником. Хочу взять ипотеку на 12 лет по 12 годовых. Но очень страшно. Что делать?» Это вступление только еще. Дальше идет деталь, 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 деталь. Поэтому хотелось бы, чтобы вы на этот вопрос ответили. «Как вы думаете, стоит ли дождаться курса доллара к рублю 36 или 43?» Такие таргеты у Александра. Разброс большой. Да-да-да. Дисперсия. Приличная дисперсия. Я напомню всем, и Александру, может быть, ему не надо напоминать, сейчас курс 31, 50 к доллару. Вот он ждет 36 или 43. И потом взять ипотеку в долларах. Если дадут. Так как цена квартиры должна быть внизу, а стоимость доллара вверху. И выплачивать ее, то есть ипотеку расчетом, что доллар будет дешеветь по отношению... Представляете, какая у человека инвестиционная стратегия, я бы сказал. Причем такая, она многоступенчатая. Я бы только рекомендовал, а при этом ему хеджироваться фьючерсами рубль-доллар на форсе. И тогда это будет полностью структурированный продукт, готовый к массовому потреблению. То есть, Александр, смотри, помимо того, что ты собираешься брать ипотеку на 12 лет, ты еще пытаешься заработать на падении курса доллара на стоимости квадратного метра. И вот, Саша, прости, Володя тебе подсказывает, что еще надо захеджироваться на срочном рынке. Давайте серьезный совет, ответим человеку. Давай, Вань. Ну, наверное, все-таки на 12 лет... Шутки шутками, ребята, буквально секунду. Но у меня у самого долларовая ипотека, и когда вот это все безобразие случилось в январе 2009 года, я совершенно четко купил рублевых, ну, долларов фьючей с экспирацией в мае месяце. 2009 года. Да, да, да. Я, правда, на них ничего особо не выиграл, но я спал спокойно. Я на всю сумму, которая у меня была ипотека... То есть, как говорят, валютные риски, да, в данном случае ты нивилировал. Я спал, потому что все сразу захныкали, а я доллару ипотека, я пропал, ужас. Ребята, обращайтесь к финансовым консультантам. Это правильно, кстати, вот и Александр... Нет, а что, это совершенно реальная вещь, понимаете, для многих это какая-то эфемерная... Ну, согласись, что, ну, во-первых, это далеко от реальной жизни. Почему это далеко? Это совершенно реальная операция. Люди, которые бортоводник, он вряд ли следит за этим. В любую инвестиционную компанию подойдите, в течение 20 минут вам откроют броксовый контракт. У вас будет счет на срочном рынке. Вы купите фьючерс рубль-доллар. А 12 лет-то как? Как захеджируются на 12-летнем горизонте? Рулловер каждые 3 месяца при экспирации, да. Так проще тогда в долларовую ипотеку взять сразу. Да, и издержки-то будут ниже, чем... Ну, я говорю, а долларовые ипотеки захеджированы против падения курса рубля. Коллеги, давайте так, да. Вопрос был витиеватый, мы ему попытались ответить с точки зрения научной эрудиции. Я понял. Теперь давайте так, чтобы, во-первых, было понятно, ну, Александру как минимум, нашим слушателям, в том числе, да. Значит, идея такая. Александр хочет брать ипотеку. Вот на этот вопрос стоит отвечать или нет? В нынешнее время? Я думаю, да. Я думаю, да. Однозначно, Россия, андер, как это, моргидж кантри, недоипотеченная страна, и ипотека, на самом деле, это очень хороший продукт, потому что, с одной стороны, он позволяет развиваться одному из самых важных секторов экономики, строительному, потому что он потребляет практически все материалы, которые только можно придумать, за исключением редкоземельных и радиационных, да. Во-вторых, это хорошо для банков, потому что банки тогда перестают рыскать по всяким странным продуктам и начинают целенаправленно заниматься ипотечными займами, это очень хорошо. Причем это длинные, как правило, да? Длинные деньги, хорошие деньги, да. И, наконец, у человека, как говорят наши друзья-американцы, значит, восстанавливается peace of mind, то есть спокойствие духа. Духа, духа, да. Долг под 12% на 12 лет, конечно, я спокоен, потому что минивации нет, я поправлю, peace of mind появляется у банкира, который выдал долг на 12% при инфляции 6%. Вообще нормально, отлично. Ну, а у меня, кстати, позиция ровно противоположная, ни в коем случае, под 12% на 12 лет, ни в коем случае. Это, ну, это... Потому что долго. Ну, нет, я понимаю, хорошо было бы, как Путин говорил, под 6, но где же вы сейчас найдете, как в этом анекдоте, знаете, там женщина подходит к картине, картина замечательная все, подходит, значит, продавец, она спросит, а где же осел? Простите, это же на картине нарисовано море, при чем здесь осел? Я говорю, осел? Тот осел, который ее купил. А нет, сколько она стоит? Она стоит миллион долларов. А где же осел? То есть из этой ситуации, ну, нет банков, которые готовы вам сейчас сужать деньги под 6%, ну, что делать? Если бы они были, то все бы ринулись рефинансироваться, и все бы имели ипотеку под 6%, и банки бы сами начали резко снижать, потому что никто не хочет, чтобы их наиболее интересная часть клиентуры уходила к другим банкам. И то же самое происходило в Штатах, когда начали резко снижать ставки, все ринулись рефинансироваться. Это простой процесс. Ну, кстати, у нас, в отличие от развитых стран, практически нигде нет штрафов за досрочное расторжение товара, там, ни кредитного, ни депозитного. Да и в Штатах нет этого. Запрещено консюмерским законам. А в Европе есть, например. Ну, то есть, причем в той же Швейцарии надо бы заплатить приличные, очень-очень большие пеналлицы. Если я вижу, что мне оффер другой банк дает на, скажем, там, процент, на полтора процента ниже, я просто иду в этот банк и говорю, окей, у меня ипотека вот в том банке. Если вы сами возьмете ее рефинансировать, меня это вообще не касается, все. Пожалуйста, я готов подписать все ваши документы. Ну, это реально, да? Да, да, да. А у них и такой продукт есть, рефинансирование. Поэтому, если была бы возможность банков, да, под 6 процентов, они бы выдавали под 6 процентов. Но, раз они выдают под 12, значит, у них такой возможности нету. Довольно банальный... Сейчас, Ача, можно вот в качестве ответа, я как экономист хотел бы ответить на это. Довольно странно покупать некий продукт, в котором надо 12 процентов за обслуживание тратить и плюс еще выплачивать. То есть, ну, там, типа, если на 12 лет, то 8 процентов, где-то 20 процентов стоимости квартиры, от текущей стоимости, надо выплачивать каждый год. 20 процентов, между прочим, 20. 20, да. А аренда этой квартиры будет стоить, ну, 4 процента. У нас ужасно. У нас 5 процентов. Шиворот на выворот. То есть, получается, что экономически арендовать в 4-5 раз выгоднее. То есть, денег меньше платить физически. Да, это перевертыш, экономика перевертыш. Это только в России такая ситуация. Точно. А поэтому зачем брать? И платить в 5 раз больше, то же самое. Я понял. С другой стороны, смотри, а проблема в чем? Ну, ответ очевиден, и тем не менее, да, тут два пути решения проблемы. Экономика перевертыша. Должно быть все наоборот, да, ну, или хотя бы там... Человек, который купил квартиру и сдает ее в аренду, должен получать доход после уплаченных налогов. А у нас минус получается, да. То есть, получается, что у нас ставки по арендам, они недостаточно высоки, да? Ну, скорее, банки верят в то, что продукт, который они берут... Я не думаю, что ставки по аренде недостаточно высоки. Я думаю, что... Ставки по кредиту слишком высоки. Да, ипотечные платежи слишком высоки. Ну, то есть, вот две стороны медали, да, либо здесь не слишком много, Либо здесь вот... Я скорее склоняюсь в сторону второго. В сторону второго, да. Да, ну и плюс отсутствие в экономике, вот, как бы, первично в экономике нет длинных денег. Ну, де-факто. Во всем мире это пенсионный фонд. Вот, кстати говоря, еще один вопрос, почему вдруг все стало плохо. Потому что самое главное, что я не сказал, что в середине двухтысячных в экономике России были длинные деньги. Потому что русские банки брали их за рубежом, конечно, под низкие проценты. И вот, ребята, гуляем не хочу. И ипотека, даже вот цены, видишь, в Москве просто, я помню, они росли по 100% в месяц, в год. Да, да, да. Потому что ипотека, да. В качестве залога предоставляли свои ценные бумаги, там, еврооблигации и так далее. Все работало. И потом, внезапно, эта кормушка, как говорится, иссохла. Ну, это вот, кстати, это вопрос к нашему государству и правительству в частности. То есть, с одной стороны, правительство говорит, не, я хочу поуправлять экономикой. У нас будет много госкомпаний, у нас будет большая участие. А с другой стороны, я длинных денег никому не дам вообще. И ни консумерскому рынку не дам, ни компаниям. Компании же тоже, они болеют этой болезнью. У них у всех короткие долги. Активы длинные. Это большая проблема. Долги, пассивы короткие. Что делать? Да, это большая проблема. Вот это такая ложка ликвидности не появляется. Самое же, что это всегда нужно контролировать, потому что это может плохо кончиться. И нет случаев, когда бы это хорошо кончалось. А контролировать этот контроль, на ком он, этот контроль? Не выдавать длинные кредиты. Вот в чем весь парадокс и вся плачевность этой ситуации. Поэтому, когда он говорит, хорошо это или плохо, брать или не брать, если выдают, значит, надо брать. Потому что длинные кредиты вообще сейчас мало кто выдает. Значит, что... То есть, в данном случае процентная ставка даже не определяющая. А сам факт того, что тебе на 12 лет дают денег... Да, да. Потому что, ну, процентная ставка, она такая, как и есть. Надо смотреть, конечно, чтобы она была конкурентоспособной. Но это выглядит более-менее средней по рынку. Можно, конечно, ниже найти. Некоторые банки, наоборот, выше вам предложат. Вот. Можно, там, говорю, захеджировать валютные риски, грубо говоря. Но сам факт, что вы получаете длинный кредит, я считаю, в нынешних условиях это хороший знак. Ну, это же кредит с обеспечением. В случае чего заберут же все. Вообще все. А все, что заплачено, и на улицу человек пойдет. Вот, кстати, Иван, а насчет того, чтобы забрать. Опять же, к сожалению, к американскому опыту апеллирую, поскольку в Европе, к сожалению, недостаточно долгое время жил. Вот foreclosure, так называемый термин, это отъем собственности под закладную банками. Он отлажен вплоть до мельчайших вещей. То есть, когда три месяца идет просрочка, отправляется первое уведомительное письмо, через месяц второе уведомительное письмо, через три месяца приходят приставы, описывают все имущество, машину, это называется, эвакуируют машину, на спецстоянку, все. Дальше человек хочет, не хочет, вынужден идти в банк и говорить о ситуации. Банки достаточно жесткие, никаких реструктуризаций, как правило, там не происходит, потому что банкам эти реструктуризации не выгодны. Банкир четко, абсолютно хочет услышать у своего клиента, где бы он мог бы, подумав как следует, добыть еще денег для того, чтобы дальше обслуживать этот долг, если он это не может. И мораль-то какая? Мораль такая, что через буквально два или три месяца этот дом конфисковывается, и на нем написано на... For sale. For sale, совершенно верно. Теперь вам вопрос, видели ли вы табличку for sale в нашем ближайшем... В восьмом году видели. В восьмом году, до сих пор, зайди на сайт ВТБ, они выкладывают имущество, которое они продают, заложенное имущество, реализация залогового имущества. Ну подожди, Ваня, извини, пожалуйста, то есть ты к чему ведешь, что в Америке можно остаться без жилья, а в России нельзя... Не то, что совсем нельзя, но процесс очень сложный, законодательно, законодательно, потому что у нас есть ли человека, тем более с семьей, на улицу... Если малолетний ребенок, тем более есть, да? Практически невозможно. И факт... Но это не значит, что этого нету. Что так можно делать. Что можно брата не платить. Кроме шуток, в девятом году, я завязал, смотрел, там были квартиры... Нельзя так делать, нельзя. По 4, по 5 миллионов долларов. Вот кто-то же оставался, дома были дорогие, хорошие дома. Я просто говорю о том, что в Штатах этот процесс, он настолько без, так сказать, апелляционный, настолько лишенный эмоций, насколько это возможно. А вот в России он еще не обкатанный. Поэтому в России как раз вот таки этот рынок, на самом деле он перспективнее, с моей точки зрения, чем в Штатах. Друзья, я благодарю вас, огромное спасибо. Я думаю, Александру, мы ответили, время заканчивается, поэтому будем прощаться. Итак, в студии были Иван Кабулаев, управляющий директор Инвесткафе, Владимир Жанковский, директор аналитического департамента Нордкапитал. Ужайми слушателей, спасибо за внимание. Программ не поварили. Ничего, завтра поговорим обязательно. До свидания. До свидания. Продолжение следует...